Nissan NV200 рабочий автомобиль, но также многие его покупают и в семью. У нас на канале недавно вышел ролик про Mazda Bongo и Nissan One Net. Сегодня будет небольшое сравнение. Итак, данный автомобиль выпускается с 2009 года и по настоящее время. Объем двигателей на этих автомобилях 1,6 литра, мощностью 109 лошадиных сил. Марка двигателя HR16D. В трансмиссии устанавливается либо 4-ступенчатый автомат, либо 5-ступенчатая механика. Тип привода передний. Да, есть версии 4WD, но выпускаются они, если не изменяет память, с 2018 года. Клиренс у автомобилей 150-160 мм. Его можно увеличить, поставить резину повыше, ну или допустим приобрести проставки. Однако машина потеряет устойчивость на высокой скорости. Кстати, ребят, также клиренс можно и уменьшить. Просто поставить тюнинные стойки. Объем топливного бака на этих автомобилях 55 литров. То есть на один бак при расходе топлива 8 литров машина проедет в районе 600 км. Согласитесь, это довольно неплохо. Ну и сколько же мест в данных автомобилях? Как правило, это 5. Но есть также пассажирские варианты, где 6 и соответственно 7 мест. Что касается двигателя, есть достоинства, есть, конечно, недостатки. Достоинства это простая и уже изученная конструкция, доступный сервис. И немаловажно, ребят, друзья, нормально переваривает наш бензин. 92-й, 95-й бензин. Минусы. Встречается жор масла. Но это вы должны уже купить, наверное, отжатый автомобиль. Может, с трудом заводиться в морозы, но, если честно, такого мы не встречали. Если у вас, конечно, не конечный аккумулятор. Газораспределительный механизм. Здесь устанавливается цепь. Цепь меняется раз в 200-250 тысяч. Как заявляет завод-изготовитель. При обрыве цепи, либо перескоки гнет клапана. Ну теперь, друзья, давайте уже непосредственно рассмотрим на примере, скажем так, своими словами. Рассмотрим, есть, взяли ключи от данного автомобиля. Это Nissan NV 2015 года выпуска. Передний привод стоимостью 800 тысяч рублей. То есть, согласитесь, все-таки, если сравнивать с Bonnett, с Bonnett, то NV он выглядит покруче. Ну, серьезно. Его можно взять даже, знаете, как в семью. Внешний вид бампера в цвет кузова. Туманок на автомобиле нет. Все очень просто. Колпаки, резина ТОЯ. Резина хорошая. Посмотрите, в каком состоянии автомобиль. При выборе автомобиля, вот при выборе таких автомобилей, уделяйте внимание, большое внимание, именно ржавчины. Потому что, бывает, приходят автомобили, прям ржавенькие. Сзади подвеска простая, просто тупо идет балка, идет трессора. Все. Смотрите, состояние кузова. Багман, видим, находится с правой стороны у нас. Расход, кстати, меня радует на данном автомобиле. Никаких камер заднего, нет, безусловно, конечно, можно установить камеру заднего вида на данном автомобиле. Но бонусом, плюсом, идет вот это вот зеркальце. Сзади идет обогрев заднего стекла. Спойлер, омыватель, решетка, ой, решетка, дворник. Ну и здесь вот такая вот пластмассовая накладочка. Стопори расположены по низу. Двери боковые, как видите, они идут здесь сдвижные. Вот, знаете, что я хотел показать? Вот пример есть. Вот данный автомобиль стоит. У него есть форточка. В нашем примере форточки нет. Ну и, как было сказано, уже есть пассажирские NW-шки. Но пассажирских их, можно сказать, здесь нет. Сверху стоит антенна. Обычные черненькие зеркала. Ну что, начнем с багажного отделения. Друзья, вот многие просят брать рулетку, мерить. Ну, честно, это ой, как неудобно. Вот серьезно. Багажное отделение. Шумки, можно сказать, никакой нет. Ковровое покрытие, оно чистенькое, аккуратненькое. Но, скорее всего, оно уже именено здесь. Шумоизоляция. Ну, вот она. Совсем немного. Смотрите, вот у меня рост метра 82. Я вот встал. Ну, да, я туда там шагнуть не смогу. Я думаю, примерно можно будет, да, прикинуть, какое здесь вот расстояние идет. Багажник, не то что багажник, и багажник, и салон, сиденья. Кстати, у нас это складывается. Я вам сейчас покажу, как оно складывается. Просто, действительно, огромное. Багажное отделение. Вот, то есть, тут, я не знаю, и холодильник, и телевизор. И что сюда только не влезть. Тут, наверное, не наверное, тут даже спать можно. Здесь очень чисто. Ну, я не знаю, как вам показать, да, размеры. Поверьте, они большие. Кому действительно интересно, можно открыть тактико-технические данные, и, в принципе, там все подробненько расписано. Далее, значит, что касается самого багажного отсека. То же самое, что в Бонгах, в Анетах автомобили, они используются для перевозки каких-то грузов. Поэтому, ну, местами, видите, оно вот приходит вкоцанное. Чтобы оно пришло прямо в идеале, я, если честно, такого не видел. Если оно в идеале, значит, его подкрашивали. Но, опять же, это багажное отделение, шпакли тут не будет. Просто подкрасить, зато будет, зато будет действительно приятный внешний вид. Не внешний вид, а внутренний вид. И вот здесь, да, вот не сразу заметно, есть у нас подсветка. Если честно, она в глаза не особо бросается. Так, что тут еще показать? Ну, вот можно багажник изнутри закрыть. Давайте перейдем в салон. Второй ряд сидений. Никаких тут электродверей нет и, в принципе, быть не может. Здесь у нас пластиковая подножка. Поручень вот такой вот есть. Ну, это, наверное, минус, то, что водительское сидение, оно до конца не откинется. Задняя сидушка. Ну, ладно, сейчас с другой стороны. С левой стороны фиксатор уберу. Сели, закрыли. Нормально. Три человека. Да, лавочка, лавочка. Неудобно. Нету подголовника. Нет ремешков безопасности. Это, конечно же, минус. Но это все можно установить из удобств. Ну, вот это вот, не знаю, зачем это. Вот это вот у нас, скорее всего, идет все-таки для передних пассажиров. Хотя, в принципе, задние пассажиры тоже могут туда дотянуться и что-то туда положить. Есть у нас подсветка. Все, смотрите, дверные карты. Какая-то, ну, небольшая шумоизоляция есть. Все, больше ничего нет. Удобств для задних пассажиров здесь нет. Никаких подстаканников, ни, как видите, даже стеклоподъемников. Что с левой, что с правой стороны, ничего. Этого, к сожалению, нет. Но это такой, по большей части, это, наверное, все-таки коммерческий транспорт. Не для семьи он. Сколько у нас такие автомобили брали? Брали все просто для работы берут такие автомобили. Дверь открывается не на 90 градусов. Дверь тоже пластик. Сплошной пластик. Здесь колонка. Здесь тоже, кстати, вот подножечка такая. Это очень удобно. Есть модификации, где кресло двигается. Здесь она у нас, к сожалению, не двигается. Регулируется у нас только спинка. И она превращается у нас в столик. Вот таким вот образом. Поднимаем. Естественно, можем выбрать себе угол наклона. К этой части мы, наверное, вернемся. Автомобиль идет с глонасом. Вот здесь у нас идет крючок. Есть такие вот японцы. Так, это у нас что такое? Ладно, сейчас разберусь. Можно сюда смонтировать. Знаете, как на пасеках делают бардачок. Он не полноценный такой будет. Но, тем не менее, все равно, чтобы оттуда ничего не падало. По месту. Давайте так, с посадки. Вот я пришел. Ну, как бы. Блин. Ручки нету. Мне было бы удобно, если бы здесь была ручка. Взял. Сел. А так раз. Два. Три. Вот четыре движения я сделал. Чтобы мне усеться в автомобиль. По месту. Смотрите. Коленочки видно, да? Немного упираются. Не есть хорошо. Как-нибудь. Вот если бы можно, допустим, было сидушку отодвинуть назад, у меня бы нога куда-нибудь, коленка сюда ушла. Но, опять же, это, ребят, это тоже, это все на любителя. Я сейчас сужу по себе. Может быть, кому-нибудь так будет и удобно ездить. Далее, значит. Стеклоподъемник. Электрический. Кстати, зеркала мне нравятся. Они такие высокие. То есть, видно от колеса до крыши автомобиля. Стеклоподъемник. Ремень безопасности. Вот. Вкладка туда. Что-то можно туда засунуть. Вот здесь. Ну, что вот здесь? Вот здесь только телефону можем положить. Все. Не, ну как все? Какие-нибудь тетрадки там, книжку записную. Что-то можно туда тоже положить. Сейчас поудобнее сделать. Допустим, вот перчатки вот так положили, да? И все, они здесь есть. Есть у нас подстаканник, вентилятор, дуйки вот такого вот плана. Они у нас крутятся. Мне не особо нравится здесь стойка. Стойки передние, да? Но это, наверное, все-таки будем судить сейчас со стороны водителя. Хотя я могу посудить со стороны пассажира по правой стороне. Мелковато окошко. Прямо действительно мелковато. То есть, ну вот как-то где-то что-то по обзорчику, может быть, будет загораживать. Но опять же, ребят, это все у нас идет на любителя. Дополнительно, вторая дуйка посередине тоже вот такая ниша, да, есть. Что-то можно туда положить. Да, 15-й год, Nissan NV, 200-800 тысяч рублей. Шторочка такая, вот, света. Ну, здесь все по стандарту. Вот так вот она делается. Автомобиль такой бюджетный, бюджет-класс, эконом-класс. Поэтому здесь даже нет никакого зеркала, чтобы на себя любимого посмотреть. Хотя, в принципе, ладно, нам это не нужно. Что здесь еще показали? Вот эти два подстаканника все-таки, да без разницы для кого они. Ход для передних пассажиров, ход для задних пассажиров. Пойдем, перейдем, наверное, на водительское место. Посмотрим, что у нас там. Смотрите, вот есть NV, а есть 50 Delica, но вот, к сожалению, не помню название, что за Delica такая. Нужно быть указано. Нет, не указано. Ну, факт в том, что аналог до пассажиров, там, Daihatsu Bun, Toyota Rush, Daihatsu Begoo, Nissan NV, NV, Delica. Как видите, с ключа. Здесь у нас та же самая подножка. Водительское сидение, в отличие от пассажира. Здесь у нас двигается, что-то вот как-то с трудом все открывается, знаете, как в новом автомобиле. Все, поехало. Но здесь уже по-другому, да. То есть, ну, допустим, я сел, здесь мне сидеть намного удобнее, чем со стороны пассажира. Вот если я буду сидеть вот так, ну, допустим, вот так, мне комфортно. Коленка не упирается, если она даже будет упираться, левая рога, левая нога при движении у нас не работает. То есть, вот так откинули, вот уже совсем другое дело. Так, значит, регулировка руля у нас здесь есть, только по высоте. По вылету руль не регулируется. Это, конечно, минус данному автомобилю. С правой стороны стеклоподъемник водителя, стеклоподъемник пассажира, тот же самый подстаканник, корректор фар. Итак, троечка на корректоре фар. Фары светят прям под нас. Ставим нолик. Фары светят как бы дальше. Ну, вот смотрите, вот сижу я, в принципе, сижу, сижу вот так. Ну, не вижу я вот за вот эту стойку. Придется мне вот как-то вот, вот так выглядывать. Для меня это, конечно, идет минус. Руль самый простой, вообще обычный, пластиковый. Спидометр 180. Электронная стрелочка бензобака. Электронный тахометр. Пробег 123 тысячи. Ну, информативные значки, скажем так, для водителя. Температура двигателя указывается здесь лампочкой. Без ключевого доступа на автомобиль я не видел. Вот, просто идут вот такого плана обычные ключи. Здесь у нас что? Ну, там у нас, скорее всего, прячется предохранители. По месту именно, вот, допустим, по ширине. Места много. Вот, минус нет подлокотника. Но это для меня минус. Вот, кто наблюдает за нашим видео, уже знает, да, то, что я вот, ну, не могу ездить без этого подлокотника. Не могу, и все. То же самое. Защитный козырек, солнечный козырек под солнцем. Я бы поменял бы здесь бы зеркало. Знаете, оно маленькое. Оно вот прям вот тютелька в тютельку попадает в обзор заднего стекла. Ну, это, знаете, это тоже не проблема. Сейчас продается куча зеркал. Вешаем сюда. Поверх этого вешается другое зеркало, и мы вплоть видим вот даже вот эти вот боковые стекла. Знаете, вот был как-то опыт перегона такого автомобиля зимой по печке. Нормально. Ну, опять же, это касается любого большого автомобиля. Вот недавно вышло у нас видео на канале про сирену. Да, я там про печку говорил, что 15-20 минут еще так зябко в автомобиле. Здесь, в принципе, то же самое. Вот, но гнали мы его с уссурийска. Года два, наверное, назад это было. Дело было зимой. То есть, по трассе автомобиль едет в салоне прямо жарко. Несмотря на то, что нет никакой шумоизоляции, там теплоизоляции. Ну, видите, да, вот здесь галимое железо. Так, камеру нечаянно выключил. Печка работает хорошо в данном автомобиле. Здесь все по стандарту. Аварийка, прикуриватель, горячий воздух, холодный воздух на 4 режима. Ну, и обдув. Все, как обычно. Также воздух идет у нас там, оттуда, с улицы. Здесь воздух у нас циркулирует внутри. Кстати, многие, многие не знают многого. Вот. Как-то тоже едем. Блин, а чем мне окна потеют? А почему? Вроде все нормально. Ребят, если вы включите печку, да, и у вас воздух будет функционировать внутри автомобиля, у вас будут потеть окна. Поэтому воздух должен поступать снаружи автомобиля. Здесь стоит стандартная, самая простейшая магнитола. Дисков нету, никаких ни USB, ни AUX, ничего здесь нету. При желании можно, конечно, поменять. Да, можно поменять магнитолы в абсолютно любом автомобиле. Поставить 21-кун и поставить камеру заднего вида. Хотя я говорил, что есть зеркало. В камеру, ребят, скорее всего, вы не увидите. Но я вижу задний бампер. То есть там где-то вот на, наверное, на полметра, даже больше. Как бы не на метр. А расстояние от заднего бампера. Поэтому, поверьте, с парковкой проблем у вас не будет. Немало важно то, что ручник, где положено, в очень удобном месте. Здесь у нас что-то как-то столиком. Это можно назвать подставкой какой-то. Что-то мы сюда можем с вами покласть. Вот здесь бардачка у нас никакого нет. Есть пепельница, что редкость идет в автомобилях. И все, я вот здесь думал, что-то выдвигается. Просто забыл, давненько их не смотрели. К сожалению, ничего здесь такого не выдвигается. Так, ну что, вот вкратце рассказал вам про данный автомобиль. Все-таки, если их сравнивать между Бонгой и Ванетом. То есть плюсы какие у НВ? У НВ, конечно, плюс это внешний вид. У Бонги внешний вид такой. Он, ну не то, что страдает, но НВ все-таки будет посимпатичнее. Минусы какие? Минусы это, наверное, передний привод НВ. Да, они есть, 4 ВД, но они пошли, я уже вначале говорил, по-моему, с 2018 года. И один-единственный вроде как на рынке стоит. Бонга, Ванетта, там 4 ВД, раздаточка. То есть автомобиль такой будет по-проходимее. По салону НВ все-таки забирает свой плюс. Бонга, наверное, все-таки минус. Ну и в плане безопасности, 4 плюсик все-таки получит НВшка. Потому что, ну мы, конечно, не специалисты, у нас нету тест-драйвов, краш-тестов. Но даже визуально посмотреть, у НВшки у него, во-первых, здесь торпеда. Там еще капот, двигатель. А у Ванеттика и Бонги капота нет, капот отбрубили. Мы сидим на двигателе. Вот. Поэтому сделали вот такой вот обзорчик для вас. Решать уже вам. Но что тот автомобиль, что тот автомобиль. Они все автомобили хорошие, все автомобили достойные. По цене в начале видео, по-моему, я вам говорил. Самая дешевая НВшка беспробежно продается за 680 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Но, опять же, ребят, хорошее, дешевым оно не бывает. Вот. Нормальный НВ будет стоить под 800 тысяч рублей. Поэтому, если вам нужна помощь в приобретении автомобиля, звоните, пишите, обращайтесь. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписаться на канал. Всем пока.